Каждое оружие в Древних Русах имеет свои уникальные удары и способности. Сейчас вы увидите детальный разбор нескольких видов вооружения. Для атак используются различные комбинации клавиш, каждое направление запускает свою уникальную атаку. Каждое последующее нажатие дополняет движения новой анимацией. В целом каждое оружие имеет до 25 собственных уникальных движений. Каждая атака в непрерывной серии повышает наносимый урон. Вы можете заметить, что первые удары по скелету были слабыми, но проведя несколько удачных комбинаций, урон сильно возрос и помог с легкостью расправиться с врагами. В игре также есть механика усиленных ударов через зажатую клавишу Shift. Они также уникальны для каждого оружия и имеют до 10 уникальных анимаций. Каждый враг имеет свои слабости против того или иного оружия. Например, скелетов легче бить топором и булавой, чем режущим оружием. Также вы можете парировать удары либо уворачиваться от них, вовремя отпуская правую кнопку мыши или нажимая ее вместе с движением для уворота. У каждого оружия свое преимущество. Например, щит позволяет защищаться не только от ударов врага, но и во время того, как вы атакуете. Это надежный и проверенный стиль ведения боя. Одноручное оружие без щита позволит вам двигаться быстрее и исполнять более сложные движения. Двуручное оружие медленное, но наносит большой урон, а также урон по площади. Оно потребует от вас четкого понимания таймингов и не рекомендуется для новичков. Каждое оружие имеет по пять спецспособностей, которые выполняются при помощи зажатого контрола, если у вас достаточно ярости. Ярость набирается при успешных комбинациях. Для видео мы понизили требования ярости. Данные способности появятся не сразу и будут прокачиваться через дерево навыков. Также для них можно будет выбрать свою стихию. На примере копья мы покажем, как подходить к каждой битве тактически. Скопление скелетов будет трудно одолеть с коротким оружием, но они медленные, и мы этим воспользуемся, взяв в руки копье. На дистанции копье наносит гораздо больше урона, чем вблизи. И мы с легкостью расправимся с медленными врагами на открытом пространстве. Но, как видите, паук очень быстр. Он сближается с героем и не дает ему успешно провести атаку. В таком случае мы возьмем короткое оружие, например, топор, и паук будет повержен. Не забывайте добавлять игру в желаемое на Steam.